Приветствую вас. Такой симокритичный получился текст, запрос, даже слишком симокритичный, я бы сказал. Давайте мы его поисследуем. Кажер от печатлевых, когда у меня появляются взаимные смущения, через время я начинаю у него растворяться. Ну, во-первых, здесь следует сразу уточнить, что за отношения вы выстраиваете, отношения какого рода вы выстраиваете. То есть, что вас, например, объединяет с человеком? Что вас связывает с мужчинами? Как вы выбираете мужчин? То есть, ну, условно говоря, какие критерии выбора мужчин у вас имеют место быть? Вот. То есть, то есть, что для вас, вот, важно в мужчине, например. Например. Вот. Это такой момент. Далее. Если вы, значит, растворяетесь в человеке, что это означает, ну, наверное, только то, что вы... И вот, знаете, как сказать. Не видите для себя своего смысла, своего смысла, смысла жизни. Вот. Так, по крайней мере, это видится мне. То есть, очень важно данный аспект понимать. Дальше идем. Если вы растворяетесь в человеке, значит, совершенно очевидно, что ваша жизнь сама по себе вам интересна совсем не так. Вот. То есть, вам... Ваша жизнь, да, она вообще объективна, не так интересна сама по себе. И смысла вашей жизни вы сами по себе особо не видите. Вот. На это указывает косвенно то, что, к примеру, вы хотите семью. То есть, вы хотите, чтобы... Ну, чтобы с вами, с вами создали семью. Чтобы с вами мужчина создал семью. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, для чего вам семья и почему вы в ней, да, в семье своей так сильно нуждаетесь. Не сделано ли это... Ну, например, с тем, что вы хотите с того же... Ну, с того же растворения в человека. Вот. То есть, и значение семьи для вас. И, значит, обретение вашего, своего собственного смысла жизни. Это очень важные моменты. Это очень важные моменты, первичные, первичные моменты. Которые, на которые нужно обратить внимание. Обратить внимание. А, скорее, это... Вот. А, скорее, это... Такие... Это просто, с чего нужно начинать. А. В принципе, вам. Дальше. Дальше. Дальше идем. Значит, я начинаю растворяться в нем. Растворение в человеке, это следствие и отсутствие личных границ. То есть, между вами и мужчиной нет границ, нет разграничений. Нет такого понятия, что вот есть я, есть я. А есть ты. И, как бы, я к тебе имею отношение. Ну... Постольку, постольку, поскольку. Я к тебе имею отношение. Вот. То есть, то есть, есть вот четкое ограничение себя от, допустим, человека. Вот. Такого у вас нет. То есть, личные границы отсутствуют. Вот. Ну... Совершенно очевидно, что... Над личными, личными границами, да, нужно работать. То есть, то есть, личные, личные границы необходимо прорабатывать. Вот. Это, на мой взгляд, совершенно очевидная история. То есть, необходимо отграничивать себя от, значит, мужчины. Вот. То есть, четко понимать, где вы, где он. Вот. Личные границы предполагают, что вы не становитесь жертвой. Личные границы предполагают, что вы не являетесь жертвой. Лишние границы предполагают, что вы не втягиваетесь в отношения, которые несут вам определенный негатив. То есть я имею ввиду, что вы делаете в отношениях для человека только то, что вы можете делать без того, чтобы чего-то ждать от него, вот, и так далее. Дальше, как будто переступаю какой-то грант независимости и уверенности в себе, и в один момент становлюсь независимым от него. Нет, Светлана, вы не переступаете грант независимости и уверенности, потому что вы не являетесь независимыми и вы не являетесь уверены в себе. Я отдаю себе отсчет в том, что это неприятно вам, скорее всего. Скорее всего для вас это неприятно будет, ну неприятно это слышать, конечно, безусловно, вот, я понимаю, но, тем не менее, ситуация вот такая, что вы не являетесь независимыми, вы являетесь скорее изначально зависимыми, вы являетесь изначально зависимыми, и изначально в себе не уверены. Именно поэтому вы можете от угран переступить. Дальше, другой вопрос, почему вы независимы и почему вы в себе не уверены? Откуда у вас сформировались такие представления? Быть может, это связь чересчур крепкая с вашими родителями. Быть может, наоборот, чересчур слабая связь с родителями и вы вот нуждаетесь в любви как-то, ну, как вот мои коллеги вам, ну, говорят. То есть это то, что, на мой взгляд, необходимо вам для себя определить, откуда, откуда эта позиция у вас. Ведь она же взялась не на ровном месте, понимаете? Вот. У нее есть, как бы, свои причины, у нее есть свои основания в этой позиции, позиции. Так что нужно просто над этим вопросом как следует, я полагаю, поработать. А мне хочется его внимания постоянно. Тут, ну, очень важно понимать саму природу внимания. То есть тут очень важно понимать, что конкретно стоит за вашей потребностью во внимании. То есть это может быть, ну, это может быть моментом, связанным, например, с желанием семьи. Это может быть такой момент. Это может быть просто потребность подтвердить, что вы чего-то стоите. Это может быть желание ощутить себя женщиной. То есть внимание как средство, ну, средство чувствовать то, что вам, к примеру, важно, то, что вам, к примеру, ценно и так далее. То есть именно конкретно с вниманием, вот то, что касается внимания, надо бы исследовать. Потому что внимание для каждого человека, оно свое, по-своему проявляется и по-своему выражается. Дальше. Мне начинается хотеться, чтобы все было так, как я хочу. А что именно? Что именно так, как вы хотите, чтобы что было? А чего вы хотите? Ну, это все, ладно. Ваше желание, ваше желание, оно вполне себе естественное. Это естественное желание. Желание не появилось бы, если бы оно не было естественным. Ага, другой вопрос заключается в том, как вы его реализуете и как вы его удовлетворяете. Раскрываете ли вы свое желание? Знаете, какая история? Вот мне, например, кажется, что вы, в некоторой степени, своего желания стыдитесь. И именно из-за того, что вы своего желания стыдитесь, возникают проблемы. У вас. Проблемы, например, возникают с мужчинами. Проблемы, например, возникают с тем, чтобы отношения построить. Возможно, даже возможно. Проблемы заключаются в том, чтобы вести себя, чтобы ваше поведение было адекватным. Понимаете? Какая штука. Но это то, над чем можно работать. Можно и нужно работать. Понимаете? Какая штука. То есть, значит, таким образом, я думаю, что ваше желание определить стоит. Как минимум. Дальше. Мужчины чувствуют и отдаляются. Ну, то есть, защищаются от попытки, значит, их подчинить. Себе. Да? То есть, защищаются от того, чтобы вы их подчинили. Ну, в общем, надо сказать, что реакция вполне себе, ну, такая. Естественно. Да? Дальше. Идем. Я всеми возможными способами начинаю узнавать о его жизненных силах. С кем проводить время, с кем общаться, где бывает. Зачем? Зачем? Светлана. Вот для чего вы это делаете? С одной стороны, потому что человек становится для вас средством, как и сказала моя коллега Марина Голикова. А с другой стороны, потому что вам своя-то собственная жизнь, да, она, ну, не сказать, чтобы очень была интересна. Видимо. Видимо. То есть, видимо, ваша жизнь, вот именно ваша жизнь, она не настолько насыщенная, да? Что, чтобы вы ей были увлечены, вот, своей жизнью. Значит, нужно ее, то есть, вашу жизнь делать более интересной. Значит, нужно вашу жизнь делать более полной самой по себе. Без присутствия в ней других, допустим, людей. Но, опять же, нужно понять, что вы хотите и какое желание стоит за потребностью все узнать о мужчине. При этом мужчина открыто говорит, что ничего серьезного не хочет, что мужчина меня оценит, уважает, но встречи как проходили раз в неделю, так и проходят. Светлана, а почему вам нужно больше? Тогда, опять же, вы здесь ничего не пишете о, допустим, времени, о том, сколько вы, ну, встречаетесь, например, с человеком. Вы сейчас об этом ничего не пишете. Раз в неделю это нормально, это нормальные встречи, если вас с мужчиной объединяет только, ну, чисто вот такая гендерная, чисто гендерная связь. Связь. Вот. Понимаете? Какая штука. Если вы хотите, чтобы встречи были чаще, то нужно, чтобы вы были, ну, чтобы больше вас объединяло, чтобы, ну, между вами было больше общего. Далее. Значит, так. Мужчина меня оценит, уважает встречи как проходили, так и проходят, а знавая происходящее, я ощущаю, что как будто до меня не доходит, что ничего не светит, не светит с этим человеком. Я упорно продолжаю все эти действия, как будто какой-то вирус, не могу контролировать это. По трем. Желательно. Желательно. Ага. Не работать со своими чувствами. Я все осознаю, что именно, но я начинаю тянуть и затягивать, вот, кому-то все больше. Тянуть и затягивать, это чувство. Опять же чувство. Опять же по трем. Вы чего-то хотите. Просто включат в том, чего. Что вам нужно. Все вынуждает. Вот. На мой взгляд, это очень важная история. То есть, вы сами пишите, что у вас тяга. Что-то у вас имеет место быть тяга. Вот. А, вас тянет. Вас тянет. Но если вас тянет, значит, имеет место быть какая-то потребность. В чем-то. Я не знаю в чем, но нужно это исследовать. Дальше. Все. Иногда я останавливаю себя, но эта зависимость берет верх. Это независимость. Вот именно что это независимость. Это более конкретные чувства. Мечты об этом мужчине побеждают, пишите вы. А что за, собственно, мечты? Чем они вызваны, мечты? мечтели. Опять же, опять же, это реализация ваших потребностей. Я не могу справиться сама с этим состоянием. А зачем справляться? Его нужно раскрывать. Вам ваше подсознание активно говорит, что вы чувствуете, что вам чего-то не хватает. Ощущение, что я застрял в каком-то возрасте и просто не верю, что со мной вообще можно завести семью девушек и мужчине отбежит от меня со скуки. Слушайте, а в каком возрасте вы застряли, что вы пишите, что не верите, что с вами можно завести семью. Можно сказать, что вы застряли в подростковом возрасте, но в таком случае семью с вами создать действительно нельзя. С другой стороны, здесь вы говорите о том, что семью вы явно хотите. Вопрос, а зачем вам семья и в каком возрасте вы застряли и где связь между этими двумя вещами? Дальше. Мужчина избежит от меня со скуки. Возможно, если вы сами не наполняете свою жизнь интересным, важным и ценным для вас. При этом я осознаю, что когда мы вместе с мужчиной, он ведет себя так, что очистил бы себя желание. Настоящей женщиной получается для меня важно то состояние, которое я испытываю наедине с мужчиной, то, как я ощущаю себя с ним. Да, потому что отношение у человека определяет вас. Это ориентированность на других, но не на себя. Да. Здесь, в этом смысле, вы правы. В этом смысле вы, к сожалению, правы, но суть, на мой взгляд, особо от этого не меняется, потому что в своих желаниях вы по-прежнему, по-прежнему не разбираетесь. Ну, понимаете, какая штука. Вот. Дальше. А, так, сейчас, секундочку. Следующее. Я ощущаю свое я, свою ценность у мужчины. Когда одна это все уходит, я словно не знаю себя, не знаю твоей ценности, женской силы и красоты. Ну, да, потому что, безусловно, вы себя не принимаете. И в данном случае через мужчину пытаетесь получить то, что вам не хватает. Опять же, это действительно здесь ситуация идет из детства. Вам очень важно все-таки себя принять. Себя принять, а именно такой, какая вы есть. Вот. И раскрыть себя, полюбить себя по качеству. У вас это просто, в прямой связи, ну, в прямой связи от мужчины. Вот. Что-то прямая связь идет у вас с мужчиной. Вот. Ну, с вашим, с вашим мужчиной. Мужчина вам и нужен, собственно, для того, чтобы лучше себя почувствовать. Вот. То есть вы, вы даже его, самого, да, вот, ну, как такового вы его не воспринимаете, видимо. Вот. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, не воспринимает. Дальше. Эм, справиться с этим состоянием, что не могу с каждым новым мужчиной, с каждым новым мужчиной, с которым принято мое время. Такой. Могите с советом, пожалуйста, что мне делать? Эм, здесь не советы нужные, Светлана, а психотерапия, вот именно с теми, с теми, с теми моментами, которые я вам облучил, вот, с теми аспектами, которые вы могли, ну, увидеть. Надеюсь, надеюсь, что могли увидеть. Вот. Советы здесь не помогут. А, и рекомендации, рекомендации может, может, эээ, для вас выступить, эээ, то, чтобы вы обращали внимание на мужчин, которые появляются в вашей жизни, на то, что вас связывает с этими мужчинами, то есть, условно говоря, эээ, что общего между вами, вот. И есть ли между вами общий, вот. И вот, эээ, соответственно, работа, ну, обратите внимание на формирование, эээ, значит, своей, своего собственного смысла, эээ, жизни. Вот. Эээ, такая вот история. Такая вот история. Это то, что вам нужно, вот, именно сейчас, эээ, понять. А так, в основном, психотерапевт, ну, по работе над теми моментами, которые определяют их тягу, ваши желания, работа с национальным интеллектом, личными границами, эээ, уверенность, уверенность в себе, самооценкой, вот, это всё, индивидуальная работа. А, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.